здравствуйте дорогие любимые невероятные тельцы у нас гадание будет на ноябре впереди действительно ноябрь и знаете что я вам хочу сказать конечно там астрологических каких-то событий заметных наверное достойных нашего внимания там нету вот в ноябре давайте просто поговорим про то что вот какой он вообще ноябрь когда ему тельцу сейчас передо мной аудитория тельцовская замечали ли вы дорогие тельцы что в ноябре у вас все плохо ольга филимонова со своими фирменными жизнеутверждающими заставочками нет на самом деле вот представьте что ноябрь противостоит вот в этом зодиакальном круге зодиакальном поясе противостоит мою правда да то есть это полярный для вас месяц соответственно с полярными для знака тельца вибрации вообще ноябрь месяц скорпионы это понятно соответствует он восьмому дому соответствует именно вот созвездию знаку скорпиона поэтому нужно понимать что для тельца знак максимально не дружественны потому что полярный да вот ну и вообще знаете каждому месяцу присущие черты того дома и того знака который ему соответствует и в этом смысле конечно ноябрь месяц кризисных потому что восьмой дом это как раз дом кризисов и испытаний так или иначе нам всем нужно приготовиться к неожиданным каким-то вещам вот это вот некая скорпионистость присутствует в ноябре у нас во всех она висит в воздухе она знаете воздушно-капельным путем передается от человека человеку понимаете да а что это такое основные приметы до месяца какие это сильно кризисный месяц то есть если вам суждено если вот вам для вас вселенная приготовила сейчас какую-то бездну какую-то яму да то а подсунет вам именно ее в ноябре это значит вы должны там пострадать от страдать что-то потерять и потом переродиться естественно для новой счастливой жизни куда угодно может ударить это естественные деньги это естественно личные отношения и там хоть работа хоть и бизнес все что угодно вот а первая примета до ноябрь месяц кризисный обязательно вот что-то такое знаете такой локальный конец света у каждого обязательно произойдет на всякий случай предупреждаю вот потом месяц инертный вот как ни странно он кризисный в то же время он очень противится ноябрь всему новому я считаю что ноябрь и вот именно для начинаний каких-то впечатляющих ноябрь и не подходит и подходит потому что он такой нормный месяц нормный то есть посидеть в норе или обстоятельства нас затыкает куда-то засовывают куда-то вот в норы из которых трудно выбираться до следующая примета месяца конечно очень эмоционально понимаете восьмом доме живут самые такие искушающие самые спорные самые самые наверное вот продвинутые вот в антропологическом смысле в цивилизационном смысле цивилизационном смысле именно эмоции страдания да то есть мы здесь можно проводить аналогию какую-то например с шекспировскими героями с шекспировскими сюжетом да мы понимаем что все о чем писал шекспиром кстати был целец на минуточку но написал абсолютно скорпионские произведения вот эти вот его трагедии это все 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 в общем такая тема как раз ноябрьская да вот то есть месяц по-любому с вязкими глубокими какими-то переживаниями отчасти неосознанными это тоже примет потом это месяц семьи ноябрь обязательно то есть потому что преданность скорпионская семье бесконечная безграничная и соответственно семья может потребовать очень много вашего внимания по крайней мере вам захочется уделять это внимание себе ноябрь месяц денег хотя сказать денежные но вы неправильно поймете денежные это мы так понимаем что значит деньги с неба посыплются нет это месяц которые активируют какую-то денежную тему потому что этого он соответствует восьмому дому восьмой дом называется чужие деньги займы кредиты инвестиции вот это все становится очень насущным ярким таким каким-то актуальным то есть необходимость взять кредит может быть вообще ваше общение знакомства связи как раз таки вот с терки в финансовых каких-то кругах и так далее наследство вообще любые крупные суммы наследство гонорары выигрыши в конце концов лотерея это ноябрьская тема если вы долго ждали подходящее время чтобы купить тот самый лотерейный билетик где-нибудь на сайте или живьем в ларечке то пожалуйста сделать это в ноябре потому что сами вибрации сами энергия месяца очень способствует вот в про деньги я сказал практически сказала семью эмоции в общем вот так вот тельцам видите в бред всегда приходится быть немножко не с собой потому что действительно не ну не то чтобы вражеские энергии даваны и ноября да не то чтобы они обязательно разрушительные или какие-то там обязательно злые но тем не менее ноябрь любит драму телец истинный не любит драму ноябрь любит чужие деньги а телец любит свои понимаете да то есть тут такая вилочка немножко веса не диссонирует ваш знак с этим месяцем но тем не менее понятно самое главное одно слово еще думал как бы я назвала ноябрь вот для себя ну для вас до ноябрь роковой вот он какой он роковой понимаете то есть какие-то роковые события вот именно которые накладывают отпечаток или задают тон вашей последующей жизни на десятилетия на столетие кому повезет да есть на такие люди просто не признаются это тоже все происходит в ноябре то есть какие-то невероятные знакомства магические странные проникающие в душу любовные знакомства я проанализировал свою жизнь и вспомнила что со всеми мужчинами которые какой-то в общем след оставили в моей жизни произвели на меня впечатление скажем так переехала да вот я с ним ознакомился в ноябре именно понимаете да там уж куду или к добру это вообще пошел вопрос но это все все было в ноябре я буду вам очень признательно если вы напишите вот в комментариях а какой для вас ноябрь вот при слове ноябрь и ассоциации вас родятся а я вам все рассказал карты для вас знаете такие вот каждый день их использую в гаданиях когда людям skype гадаю когда делаю видео записываю с гаданиями можешь сказать моя любимая колоду карт здесь 100 испанская таро два набора старших арканов очень за счет этого они бывают как это авторитетные да очень прямые бывают если в этом одну какую из башню проигнорируем отмахнемся от нее он раз и 2 выпадает тут уж ты как хочешь не хочет и прислушаешься ну разные карты буду доставать наверное одной колоды обойдемся не будем здесь судьбу то искушать как-то особо тактицы в ноябре испанская таро девятка девятка мечей говорит о том что месяц нервный придется чего-то бояться опасаться чего-то оплакивать от кого-то сбегать может быть от кого-то от чего-то прятаться и в общем как рассказала я месяц от кризисной и карты от сеть на кризисная то есть она вы знаете дорогие мои девятка мечей это истерика дословно карта называется истерика то есть какие-то ситуации могут вас доводить вот до этой вот три сучки вот да и какой-то истерики но хороший смысл карты какой она также ее название это неоправданные страхи то есть то чего вы больше всего боитесь ноябре не исполнится отменится вот то чего вы боитесь и соответственно вот отпусти то есть девятка мечей она такая вот она из двух таких вот частей вот вы нервничаете там пьете валерьяночку а вот вы уже потом выдыхаете говорите о пронесло вот вот этот смысл карты мне нравится где-то вас пронесет но до этого понервничать придется очень сильно то есть может быть и проверка какая-то на работе это может быть чего люди боятся знаете кто-то болезни боится кто-то бедности боится кто-то пауков боится в конце концов сами смотрите то есть такая карта не советует не верить особо собственно страхом общем где-то по что-то пронесет догадались о чем идет речь лично для вас 2 для тельца карта ну такое знаете начало то вот такое прямо вот хоть обратно засовывай картишки то пятерка позвольте познакомить кто еще не знает пятерка пентакль карта бедности карты исчерпанных ресурсов говорит о том что тельцы почувствуют как им чего-то не хватает как правило не хватает денег кстати знаете что пятерка пентаклей соответствует по втором календаре соответствует последней декаде апреля это же тоже как раз тельцовская декада то есть апрельские тельцы они вот родились вообще под пятеркой пентаклей то есть как ни крути это люди которым в этой жизни все время чего-то не хватает так что сами смотрите будьте готовы к но глубоко карта на самом деле она просто сообщает о нехватке ресурсов допустим нехватка помощи нехватка времени нехватка сил нехватка денег нехватка общем угодно вот но она такая глубокая она говорит что вам так и будет искомого не хватать если вы не перестроите ваше мышление если вы не начнете искать те же самые деньги в другом месте в другом каком-то источнике то есть такая карта немножко она очень личностно она поднимает вопросы вашей о самооценке может быть вашей правоты и вашей устройства вашей жизни ну хорошим наверно хорошему сейчас перейдем а вместе карты да это страх переживу сильные переживания из-за денег из того что на что-то вам денег не хватает это дословно буквально дальше но мы не будем же перегадывать не будем перемены дорога вынужденная какая-то дорога покидание места как от которой из которого уезжать не собирались но приходится это может быть сочетание в таком дает может быть покидание работы увольнение внеплановая сработа потому что уже категорически не хватает денег например да и нет смысла туда ходить давайте уволимся будем что-то другое искать вот это и переезд например в куда-то в другой город или в другую страну по той же причине например потому что нет работы достойной там нету заработков каких-то на месте шестерка мечей но тоже знаете так же как вот эта девятка конечный смысл какой-то если мы глубоко смотрим да будет оптимистичной то есть эта судьба через боль через страдания через там слезы куда-то вас перемещает заставляет вас все бросить насиженное место плыть к неизвестным кунта берегу это может и любви касаться отношений то есть тогда здесь расставание какое-то есть до разлука для любимых людей вот но это только лишь для того чтобы потом выросли и начали правильно к себе к жизни относиться и стали хорошо жить буквально если у вас идет речь о дороге вопроса дороги стоит то дорога выпадает перемены которых вы не хотите может быть не вы будете вынуждены отказаться от вашего бизнеса от бизнес-проекта опять же по той же причине не хватает денег например сейчас на оборудование или там на какие-то другие активы не знаю далее для тельца ну давайте уже давайте как-то обратите внимание здесь перевернутой карты тоже у меня есть естественно звезда выпадает неплохая карта сама по себе 1 старший аркан здесь вот это перевернуты то есть момент достижения желаемого не отменяется не отменяется то есть от мечты мечта ваша не обреченная но она как бы это немножко затягивается немножко откладывать перевернутая звезда рекомендует отказаться от этих самых розовых то наших любимых как их очков то есть она говорит что они замечтались ли вы может быть вы замахнулись на какое-то дело на какую-то ценность которая вам по сути не нужна и поэтому пока что она не по зубам поэтому она оказывается какой-то такой недостижимый положительный карту перевернутой положительное значение перевернутой звезды тоже есть это знаете какое это все-таки исполненная мечта но знаете это не очевидно для вас то есть с этой перевернутой карты исполняется ваша мечта ну вот она исполняется как-то знаете ну не до конца что я немножко не так как вы хотели то есть здесь есть какие-то изъянцы какие-то издержки и вы вроде бы понимаете что достигли а бывает еще так что у человека несколько мечт одна противоречит другой все женщины так устроены вот я думаю да вы же знаете что хочу и не хочу одно и то же с одинаковой силы чем-то иногда буквально платье каком-нибудь касается или каких-нибудь софт вот и мечта мечта то есть все равно это дорога к мечте понимаете вот они две вот эти карты это дорога к мечте она какая-то просто спешная какая-то очень нервная какая-то внеплановая дурацкая но это все дорога к мечте про любовь надо что-то говорить пока напрямую любовных карт нету хотя они общие знаете это тут здесь тоже может быть переизменение тут ох 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 пришла радость придет видите ли откуда не ждали десятка пентаклей прямая перевернутая но дурных значений эта карта не имеет и кстати опять пентакли ведь мечи с пентаклями посмешались то есть я могу гарантировать что тельцы в ноябре я сказала что это те денежная тема актуальна в ноябре тельцы в ноябре будут очень озабочены деньгами и как нехваткой например в начале месяца так и избытком денег в конце месяца потому что десятка то пентакли она как раз наоборот говорит о том что с повестки дня снимается нехватка снимается с любой дефицит и в общем вы оказываетесь большом выигрыше и при больших прибылях и крупная денежная карта нам все очень упорядочивает возможность найти домом возможность найти своих какой-то коллективный успех дорогие тельцы путь вас ждет в ноябре у вас вот прям путь понимаете дорога перемены такие очень болезненно этот путь очень болезненные перемены но это вся эта боль только для того чтобы нашли свой истинный дом чтобы вы например вышли к своим истинным постоянным и самым лучшим комфортным заработком это может быть его судьба даже заставит что судьба заставит уволиться в первую очередь до уволиться может уехать даже куда-то там на поиске за длинным рублем как раньше говорит но и только для того чтобы в конечном итоге разобогатель еще десятка пентаклей это конечно семейная карта на буре в семье в семейных делах между родственниками конфликты а именно перемены дороге если не ваши то ваших родственников все это только для того чтобы в конечном итоге под одной крышей благополучно счастливы люди собрались съехались например дорога может ожидать вас родственникам детям к родителям у кого кто есть кому как повезло двойка кубков но так вот про любовь я заговорила взаимные чувства очень плодотворное под партнерство есть какая-то взаимная выгода то есть портрета нету человека на котором мы прям обратим внимание но все-таки двойка кубков это возможность положиться на кого-то и совет для вас объединить усилия опять же с кем то вот объединить усилия ударить по рукам если речь идет о бизнесе ну и конечно послание кости на любви то есть это и новое романтическое знакомство с очень подходящим человеком это взаимных чувств если прежде было были сомнения вот взаимности именно этих чувств видите как если мы вот карты будем последовательно по числам складывать да возможно начало ноября плохое прям страшно прям очень большая нехватка чего-то не важно какая-то дорога переезд может быть переход на работу на другую то есть а по мере того как тучи рассеиваются концу месяца до может стать вдруг после плохо так резко резко хорошо и так так что даже у вас силы и на любовь и на свидание уходить появится но в целом знаете жезлов нету заметили жезлов нету то есть вот именно ваши дела то что вы делаете как вы делаете это например если у вас есть вопрос на доля новую работу в это время то есть найду ли я для себя новое тело смогу посвятить новому делу вот такого ответа нету то есть получается что телец зависает где-то в между истерикой и великой радостью но при этом я не вижу что вы что-то делать вот опять же я сказал что ноябрь не так традиционный ноябрь до в нашем понимании это не не подходящее время чтобы что-то начинать нет энтузиазма нет желания окунаться в новое и тут у вас нет новых вот проектов именно таких вот то есть тоже ответ на вопрос удастся ли хорошо поработать там что-то действительно такое сделать судьбоносными нет это не месяц подвигов тем более профессионально это еще другой последнюю карту достану здесь тельцу карта сила в общем-то хорошая она правда немножечко перевернутая немножечко так чуть-чуть на 50 процентов она перевернута предупреждает что не надо проявлять силу и не надо продолжать бояться не надо продолжать бороться что ли когда испытание у вас уже позади перевернута карта сила это знаете как человек превышающий пределы необходимой обороны вполне возможно что после пережитого кризиса вам захочется еще сильнее еще больше подстраховаться что ли на будущее перевернутой силы говорит скорее расслабьтесь скорее в общем все война беда прошла стороны но в целом она описывает еще разговоры переговоры и уговоры если прямая карта это довольно конструктивные все-таки какой-то диалог да она вас из подвольного но давит эта карта манипуляций то перевернутая предупреждает о том что ну да вы можете казаться предметом вы можете оказаться объектом чьих-то манипуляций чей-то недобросовестного внимания ну еще бы когда такие деньги в руках оказывается большие до обязательно кто-то найдется кто захочет к вам ручку приложить карта естественно как понимаете сила до карта страсти когда она переворачивается это тоже из во многом исключает страсть или страстное проявление то есть если ваши вопросы про любовь она может говорить например что свидание не будет папа будет взаимная выгода будут очевидные какие-то радости от общения но не будет страсти не будет может быть это возможности таких физических быть вместе да если это разлука разлучен и как я не могу остановиться уже время все перебрала я для вас всех благодарю обязательно всех кто жертвует деньги на мою собачью ферму есть видео с моими собачками и всех благодарю буквально поименно поименно за всех молюсь потому что это действительно очень серьезное тело во всех случаях прошу вас жертвуйте жертвуйте средства местным приютом для животных потому что ну как тоже надо зарабатывать с царствия небес на себе и все благодарю естественно всех кто проникся нашей драмой с моими собачками все в дело идет у нас конечно так и для тельца последняя карта все-таки она должна быть жизнь утверждающая до крайности потому что тельцам весенним до теплолюбивым тельца вот пережить этот дождливый холодный я показываю на окно у меня там плюс 30 ну ладно месяц как-то надо посмотрите ну конечно же эта карта мир друзья это последние последние последний аркан среди старших арканов эта карта венчает всю колоду таро она описывает момент необыкновенной гармонии она говорит что тельцы через тернии да но все-таки придут к звездам то есть вот по крайней мере в конце там ну давайте так договоримся 30 ноября встретимся с вами и поговорим о том что ноябрь конечно испытаниями дорогами она пугала смутил но по факту в итоге вы попадаете буквально свой изумрудный город в свою какую-то волшебную страну и ваша жизнь раскладывается по полочкам вашей жизни приходит какой-то невероятный порядок от невероятной гармонии счастье в конечном итоге и вы скажете что вот это то место то работа например или тот город а квартира или тот муж скажете что это вот тот однозначно то место куда вы всегда стремились но не могли это себе пожелать не могли себе это точно сформулировать ну что ж милые тельцы я очень рада вас всех видеть я вам желаю с меньшими потерями пережить ноябрь и действительно найти вот найти вот этот вот за найти эту идеальную гармонию хотя бы концу месяца и давайте делиться давайте это обсуждать а мы еще увидимся